Именно в Твери два года назад стартовал проект защиты прав предпринимателей от коррупционных практик. И в рамках этого проекта эксперты, и высшая школа экономики, и отечественные зарубежные анализировали в том числе такую сферу, как закупки. По итогам этого проекта были выработаны рекомендации, вот в декабре 2018 года мы познакомились с ними. Кстати сказать, большинство рекомендаций уже выполнено на Тверской земле. В чем это выражается? Именно в существующей информационной системе обеспечения закупок. Например, мы видим, что информация регулярно обновляется к доступу предпринимателей, все актуальные редакции действующих законов и подзаконных актов. Есть возможность знакомиться с типовыми контрактами и даже с типовыми техническими заданиями, что есть далеко не в каждом регионе России. Также Министерство имущественных и земельных отношений анализирует и делает мониторинг цен и рекомендуемые минимальные цены предлагает для государственных заказчиков. В этом смысле вот такой информационный обмен позволяет эффективно обрабатывать информацию, получать обратную связь. Что касается проблемного поля, какие существуют в настоящее время проблемы в сфере закупок, ну это в первую очередь именно, наверное, муниципальный уровень, муниципальный заказ. Не все эти закупки, которые размещаются, по сути обеспечены бюджетными обязательствами. И часто есть такие обращения, жалобы предпринимателей в наш адрес. Муниципалитеты, ну, по сути, начинают торги по недоведенным, по ситуации с недоведенными лимитами или с необеспеченными в бюджете строками. Это первое. И второе, что радует, губернатор дал соответствующее поручение, продолжить мониторинг ситуации по оплате по государственным муниципальным контрактам за уже сделанные работы и оказанные услуги. Это в принципе недопустимо. Это именно та серая зона, которая пока присутствует. Мы эту работу проводим совместно с органами прокуратуры. Есть поручение президента, чтобы минимизировать вообще ситуацию с неоплаченными, выполненными государственными муниципальными контрактами. В этой части, вот, Игорь Михайлович дал соответствующее поручение с тем, чтобы в разрезе и ГРБС, и в разрезе исполнительных органов государственной власти, и, что очень важно, в разрезе муниципальных образований посмотреть ситуацию. Ну и профилактика, как не допустить ошибки при подаче заявок. Для этого наши предложения здесь тоже были поддержаны. Проанализировать типичные, типовые ошибки, проанализировать отказы, да, со стороны заказчиков, со стороны организатора торгов, и сделать доступные и понятные памятки, провести обучающие мероприятия совместно с антимонопольной службой, с тем, чтобы и поставщики услуг, да, и исполнители работ, тверские предприниматели, большинство из которых является, могли в профилактическом плане эффективно участвовать в системе государственного закона. А насколько важно, что закон гарантирует участие в торгах и представителям малого бизнеса? Да, эта планка, она законом предусмотрена, и отрадно, что она не снижается, напротив, повышается, да, вот план стоит уже свыше 30%, важно, чтобы это не сопровождалось, скажем так, превращением среднего бизнеса в малое, а малого в микро. То есть, да, если это объективная картина, и в этом смысле есть тоже предложение, если вести речь о совместных закупках, да, в чем, кстати, там, преуспел, да, организатор торгов, нужно именно смотреть, чтобы количество участников закупок не уменьшалось, да, чтобы, ну, совместная закупка не приводила к укропнению лотов и ликвидации предприятий, тверских предприятий, да, и примат какого-то там крупного игрока. В этом плане, как мы видим, и цифры подтверждают, что сокращение количества участников торгов не происходит. Это важно.